всем привет давно я не записывала видео уроки и наш сегодняшний новый урок я хотела бы начать с новости теперь под каждым видео на ю тубе в описании к видео вы можете найти домашнее задание делать его естественно не обязательно это только по вашему желанию но я очень сильно рекомендую все-таки их выполнять во первых чтобы закрепить знания полученные на уроке во вторых чтобы не просто повторить за мной то что я сделала а попробовать то что вы увидели видео уроки перенести уже на какое-то похожее задание после того как вы выполнили задание вы можете прислать мне ссылку например в комментарии к видео я посмотрю обязательно либо на почту либо в инстаграм где меня найдете все контакты есть в профиле на ю тубе найти меня очень просто хоть и недавно я ввела эту фишку но уже приходит достаточно много домашних работ это занимает много времени но я очень надо мне очень нравится их смотреть они все очень классные мне безумно приятно что вы их выполняете поэтому присылайте больше и кстати к предыдущим видео я тоже добавила теперь домашние задания можете пройти на них и те кто смотрит меня с первого урока можете вернуться и закрепить так сказать предыдущие и так давайте вернемся к сегодняшнему уроку сегодняшний урок у нас будет посвящен созданию календарной сетки конечно записать это видео нужно было к новому году но лучше поздно чем никогда зато будете готовы к следующему это очень полезная штука потому что вам не нужно будет сверяться с календарем когда вы будете сами чертить таблицу какое число какой день недели и так далее все это можно сделать автоматически итак заходим инструменты макросы запустить макрос макрона и мы пишем мне тут уже бита потому что я это уже пробовал сейчас делать пишем wizard он находит нам модуль 1 wizard и здесь мы выбираем календарь видите нажимаем run у нас появляется такое окошечко которое мы вводим все параметры наши календарной сетки начнем с года здесь мы пишем 2020 там вы любой можете написать но естественно что пока у нас 20 год дальше здесь отмечаем месяца которые нам нужны в календаре либо несколько какие-то определенные допустим вам нужны либо просто нажимаем все и у нас создастся сетка для всех месяцев дальше выбираем язык английский стоит по умолчанию нам нужен русский видите уже поменялось название также можете любой язык который вам нужно выбрать либо вообще новый загрузить дальше выбираем с какого дня начинается у нас неделя с понедельника но в некоторых календарях например в английских с воскресенья начинается также мы можем отметить праздники я вот здесь один добавила январь отдыхаем после нового года то есть здесь мы выбираем месяц здесь выбираем день который нам нужно отметить здесь пишем название праздника это очень удобно потому что например у меня недавно была задача создать календарь с православными праздниками и все это приходилось вписывать в общем один у нас есть пока его и оставим дальше здесь мы выбираем вид календаря то есть вот такой например такой такой в общем сами посмотрите который вам нужен такой создать чтобы лучше всего было видно я ставлю по страничный календарь перекидной на которую один месяц на одной странице итак начинаем с января здесь у нас сейчас вписывается в размер а4 потому что создана рабочая область а4 если вы уберете эту галочку вы можете создать любой размер мы ее пока здесь оставим дальше здесь вы можете выбирать ширину сетки высоту отступы и так далее здесь размер в чем измеряется в миллиметрах у нас стоит дальше следующая вкладка у нас идет заголовок вот title мы выбираем например можете любой шрифт выбрать который у вас есть в короле вот давайте такой пускай у нас будет размер шрифта 56 ли вы можете выбрать либо сами вписать подчеркнутый зачеркнутый окей выбираем цвет пускай будет такой розовый дальше фон допустим просто такой сделаем вырви глаз зеленый либо можете убрать его белое ставить как хотите также в палитру вот можете менять пускай будет белый дальше границы если мы их уберем видите исчезли границы в названии можете обратно поставить вот так ширина поля в котором у нас месяц пишется дальше мы выбираем давайте синий выберем это у нас одни недели как будут написаны шрифт поставим очень жирный например также границы можно их убрать в эти везде уберем сверху и в сетке здесь поставим черный здесь поставим какой-нибудь просто красный так позиция так можно снизу чтобы дни недели были сверху здесь мы выбираем стиль написания дней недели то есть либо полное название либо сокращенные поставим такие так теперь мы выбираем как у нас будут располагаться дни недели оставим сверху горизонтальный то есть очень жирный поставим размер шрифта это уже циферки тоже здесь уберем границы все позиция как у нас циферки будут ячейках слева справа снизу справа или по центру давайте оставим по центру так выбираем какой у нас будет день отмечен красным воскресенье у нас сейчас стоит цвет стоит каким отмечать можно поменять шрифт например сделать полужирный там на любой можете выбрать так в общем вот такая допустим у нас получилась сетка вы можете просмотреть все остальные месяца и после того как вы ввели все данные которые вам нужны были нажимаем генерировать окей закрываем и получился у нас вот такой календарь с такой сеткой что удобно так как мы выбрали перекидной формат то есть один месяц на одной странице все наши странички распределились по месяцам то есть 12 месяцев 12 страничек вот наш праздник например который мы пометили его название все что мы поменяли кстати мы изменили шрифт у праздника до выходного дня и он тоже здесь здесь заменился если вам что-то не нравится естественно вы все это можете редактировать отменяем группировку и допустим не хотим и чтобы было название взяли удалили да или шрифт поменяли цвет также вы можете заново вернуться в генератор и там все изменить здесь мы видим у нас создалось еще состояние луны это тоже все можно удалить поменять снова шрифт как вы хотите допустим в общем коралл создает вам автоматический шаблон который вы можете уже менять на свое усмотрение вы можете что хотите изменять что куда хотите двигать это нужно только для вашего удобства то есть какого-то дизайна здесь сразу ожидать не стоит это просто заготовка дальше все зависит только от вашего воображения и я думаю что на этом урок я закончу основное я показала дальше как сделать из этого календарь возможно мы разберем в другом уроке также напомню про домашнее задание но будет в описании к этому ролику и ко всем остальным всем спасибо пока